Ваше Святейшество, дорогие друзья, я рад всех приветствовать. Мы только что с Его Святейшеством усмотрели юбилейную выставку «Православная Русь». Честно сказать, на меня она произвела очень хорошее впечатление. Я надеюсь, что присутствующие тоже успели на ней побывать. Она не только отражает современное состояние дел, русской православной церкви, историю церкви, нашей страны. Она еще и сделана интересно. И это, мне кажется, очень важно. И хорошо, что такие выставки открываются. Но несколько слов, прежде чем мы побеседуем, я тоже скажу. И начало второго тысячелетия православия в нашей стране, русского православия, стало для огромного количества наших людей временем обретения веры. И это продолжается и сейчас. Дело не только в том, что было восстановлено, построено большое количество храмов, преодолен церковный раскол, почти век разделявший русский православный мир, возобновилась полнокровная духовная жизнь. Все это за 20 лет. А 20 лет – это, в общем, совсем небольшой промежуток времени. По сути, если говорить об историческом промежутке, то это мгновение. Могу сказать о своих ощущениях. Если говорить о том, что случилось за эти 20 лет с точки зрения моих ощущений как православного человека, это просто чудо. И, откровенно сказать, я говорил неоднократно об этом Святейшему, я не мог себе представить 15 лет назад, 20 лет назад, что восстановление, обретение веры для огромного количества наших сограждан пойдет такими темпами. Это было трудно себе представить. И это действительно в этом смысле чудо. Но, с другой стороны, как руководитель государства и президент страны, я хотел бы также отметить то, что все это следствие труда служения Святейшего Патриарха, ваших трудов, энтузиазма благотворителей, которые этим занимаются. И, наверное, об этом тоже нужно упомянуть позиции государства. И все это очень хорошо на самом деле. Сегодня, благодаря нашей совместной деятельности, благодаря усилиям Святейшего Патриарха, Церковь плодотворно сотрудничает с государственными структурами, с общественными институтами. И за последние несколько лет мы смогли сделать несколько, может быть, очень важных начинаний, о которых мне также хотелось бы сказать в самом начале нашего разговора. Начинания, о необходимости которых велось много споров, но которые по разным причинам не получали практического воплощения. И я очень рад, что именно вот эти государственно-церковные начинания смогли состояться в последний период. Я имею в виду, естественно, изучение основ православной культуры, введение в российских школах преподавания нового предмета. В течение последних двух лет, начиная с четвертой четверти 9-10 учебного года, учебного года, периода 9-10, ценности и традиции православия, согласия родителей, стали изучать дети приблизительно в 10 тысячах школ в 21 регионе нашей страны. А в следующем году основы религиозной культуры будут преподаваться во всех субъектах нашего государства. И мы еще поговорим об этом. Наверное, есть и свои сложности, и свои какие-то нюансы. Но, тем не менее, это решение было принято, и оно исполняется. И самое главное, оно приносит пользу. И второе наше общее дело, дело последнего периода, это учреждение в вооруженных силах Института воинских и флотских священнослужителей. Здесь тоже работа разворачивается, разворачивается постепенно. 19 священников, насколько я знаю, уже приступили к работе, к службе. Имеются планы по этапному развитию и укреплению этого Института. Но, может быть, здесь надо действовать энергичнее, и для этого необходимо проявить и государственную волю. Я считаю, что Министерство обороны, может быть, пора в этом смысле разворачивать более активную работу. Мы тоже об этом говорили с его святейшеством. И соответствующие поручения Министерства обороны я дам. Еще раз хотел бы отметить, что вокруг этих инициатив, с момента их возникновения, шли достаточно интенсивные споры, горячие споры. Власти в ряде случаев то поддерживали эти идеи, то отвергали их. Менялось и общественное мнение. И еще раз хотел бы сказать, что я очень рад, что вместе со святейшим патриархом мы поставили точку в дискуссиях об этих замыслах. И сегодня они реализуются на практике. Конечно, мы живем в сложной стране, но это государство открытое, основанное на ценностях демократии. Здесь каждый волен выбирать себе многие вещи самостоятельно, и идеологию, и цели в жизни, и религию, и многие политические предпочтения. Выбор, в общем, достаточно широк у любого человека. Мы открытая страна, еще раз повторю, и для новых знаний, и для интересных идей, и для полезной информации. Но не буду скрывать, что помимо ценных, продуктивных веяний, очень часто в открытое общество проникают и очень сомнительные факторы, очень сомнительные идеологемы, всякого рода мусор, который в конечном счете носит деструктивный характер. Я имею в виду и всякого рода разрушительные доктрины, которые порождают социальную рознь, вражду, насилие, нестабильность в нашей стране, которые, к сожалению, просто уродуют людей. Особенно опасны такого рода доктрины для неокрепших душ, то есть для молодежи, для тех, кто еще только выбирает для себя набор ценностей. И для того, чтобы вот таким негативным тенденциям мы могли противостоять, крайне необходимо, чтобы в нашей стране была солидарность всех здоровых общественных сил. Мы должны находить в себе достаточную энергию воли, чтобы продвигать традиционные для нашего государства ценности. Особенно это важно в сложном и быстро меняющемся мире, в глобальном информационном пространстве, которое создает не только преимущества, но и очень серьезные вызовы. И хранителем таких неприходящих ценностей для нашей страны, непреложных истин, в нашем государстве выступает православие. Оно помогает огромному количеству наших людей не только найти себя в жизни, но и понять, казалось бы, нехитрые вещи, ну, например, такие, что значит быть русским. В чем миссия нашего народа? Что в определенный период сделало наш народ великим, самобытным? А что в какой-то момент создало для нашего народа и для нашего государства, для православной церкви большое количество испытаний? История нашей страны неразделимо связана с православием. Это вообще-то нехитрая такая истина. Но вот скажу о своих эмоциях. Я в какой-то момент, когда осознал эту чрезвычайно важную мысль, она для меня была, может быть, чем-то даже удивительной. Особенно по контрасту с тем, как, скажем, преподавалась та же самая история в советский период. И, естественно, я образование получал на изломе эпох. Это были 80-е годы. Мне кажется, это также очень важно уяснить как можно большему количеству людей. Ну, конечно, для православных людей очень важно различать и то, в чем все-таки состоит добро в сегодняшнем мире, а что является злом, что является справедливым, что является несправедливым. Потому что тяга к справедливости всегда отличала наших людей. Желание понять, что есть правда, что есть справедливость, в каком-то смысле это такой нравственный императив, который был в душе у любого человека в нашей стране еще некоторое время назад. И сейчас, мне кажется, это тоже очень важно осознать. Поэтому наше государство, которое является светским по своей природе, оно заинтересовано в привлечении церкви и к воспитанию детей, и к воспитанию молодежи, к созданию новых образцов для подражания, поддержки защитников нашего Отечества. Ну и не скрою, конечно, наши традиционные национальные ценности всегда были фундаментом для того, чтобы в нашей многонациональной стране поддерживался межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Я уверен, что и дальше так будет. И именно поэтому мне хотелось бы обратиться ко всем присутствующим с благодарственными словами за все, что вы делаете, для того, чтобы поддерживать мир в нашей стране и способствовать укреплению духовных начал в нашем обществе. Спасибо.